Сегодня весь день уточнялись данные пожертвования авиакатастрофы в Египте. Сейчас доподлинно известно, что двое погибших были уроженцами нашей области. Это Леонид Нацаканов, на его опознание выехали родственники из Калача на Дону и командир экипажа Валерий Немов. Его матери после страшного известия потребовалась помощь медиков. Трагедия не оставила равнодушным никого. Все эти несколько дней жители нашей области выражают поддержку родственникам погибших в социальных сетях, несут цветы и детские игрушки к зданию Волгоградского аэровокзала. Репортаж Евгения Волокитина. Жители Волгоградской области вместе со всей страной с замиранием сердца следят за новостями, которые продолжают приходить с места трагедии в Египте. Второй день подряд на месте авиакатастроф работают спасатели. Специалисты уже смогли обнаружить черные ящики. Они помогут пролить свет на истинные причины ЧП. Масштабы произошедшего заставляют содрогнуться. Фюзеляж самолета полностью разрушен. Обломки разбросаны в радиусе 5 километров. Крушение самолета в небе над Синайским полуостровом – большая трагедия. Тысячи жителей не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья это горе восприняли как свое личное. Ведь за всю историю отечественной авиации это самая крупнейшая катастрофа. В списках значится 224 человека, среди которых 25 детей. Все они погибли. 1 ноября Владимир Путин объявил днем траура. По всей стране были приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия. Глубокие соболезнования родственникам погибших выразил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Тем злополучным рейсом летело двое уроженцев Волгоградской области – пассажир и командир экипажа. 30 октября и время 12.47. Последний раз появлялся на странице в одной из социальных сетей 39-летний Леонид Монцаканов. На этой фотографии он в обнимку с супругой. Полгода назад они отметили свадьбу. Молодожены очень любили путешествовать вместе. Это одни из последних фото. Радость и счастье читается в глазах влюбленной пары. Поездка в Египет стала для них роковой. Мать Леонида – жительница Калачевского района. Сегодня находится в Санкт-Петербурге и примет участие в процедуре опознания. Новость о гибели земляка быстро разлетелась по округе. Люди соболезнуют. Мы слышали, смотрели. Соболезную очень соболезную. Жаль людей очень. Очень жаль. Деточек столько. Я, конечно, плакала. Говорю, господи. Вот люди поехали, да. Думали они, что такое горе людям будет. Тяжело. За штурвалом российского лайнера, разбившегося в Египте, в тот трагический день был Валерий Немов. Его буквально в последний момент вызвали на работу из отпуска. Валерий – уроженец Волгоградской области. Родственники летчика проживают в Руднянском районе. Матери Валерия Немова после того, как она узнала о гибели сына, потребовалась помощь врачей. Женщина оказалась в реанимации Руднянской больницы. Врачи медицины катастроф решили перевезти пациентку в Волгоградский кардиоцентр. Тем временем жена погибшего летчика вместе с сыном вылетела из Москвы в Санкт-Петербург на опознание тела. Разбившемуся самолету было 18 лет, но по авиационным меркам это вполне нормально. Кроме того, год назад в борт прошел так называемое тяжелое ТО, во время которого самолет проверяют досконально. В память о погибших в храмах Волгоградской области прошли траурные богослужения. Лития за упокой погибших была отслужена и в часовне святого адмирала Федора Ушакова в Красноармейском районе Волгограда. В одной молитве объединились прихожане, рядовые волгоградцы, а также курсанты. Равнодушным не остался никто. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ